всем доброго утра друзья мои сегодня у нас будет очень интересный блог потому что к нам гости приехал младший брат с женой и с дочечкой маленькой вы сами знаете детей когда снимать это одно удовольствие наблюдать сейчас мы с невесткой сделали завтрак и идем кушать и сегодня мы будем кушать на улице но если они разрешат вы видели уже я ребенка ночью снимала сендеров если разрешат родители тоже их сниму замечательное у нас утра помидорчики благодарны за то что я их так вчера закрутила с анемчиком все так классно красиво вон анемчик сидит сейчас мы делаем ковалты очень смешно именно с basis и и и и еще Mickey с мс присоединил меня с дочкой Вот и старший, с невесткой, младший. Вот такой мы завтрак приготовили вдвоем. Тофея Толсон и Ньюкер Принцессинь. Похож, правда, на Индиро, тоже на маму. Дорогие друзья и подписчики, какие отношения между братьями? Вот посмотрите, какие отношения между братьями. О семейной нашей тайне я расскажу вам попозже. Так, если вы еще на моем канале дождались меня, то я хочу... Вы же знаете, что у меня канал правдивый. Все, что есть, все говорю. Может, это не нужно говорить? Но я такой человек. Так вот, друзья мои, какие отношения? У них холодные отношения. Вообще я не понимаю их отношения. И в чем здесь причина? Так, о, это не только между братьями, а между семьей. О, невестка, турецкая невестка, да. Вот так она. Раньше он маленький сын, был самый любимый. Ну, наверное, родители вложили в него деньги на учебу. Он учителем говорит, сейчас работает в школе, директором. Он просто, знаете, какой... Со мной хорошо поцеловал вчера все и все на этом. Он спрашивает, как вы... Брата ни разу не позвонит мне и спросит, как ты, что ты делаешь. Мы даже поженились. Все, какой-то холод чувствуется. Мама очень переживает, что... Только вот, что касается ребенка, вот так вот она... У них вопросы. Остальное про жизнь никак, ничего не спрашивает. Ну, раньше он не был таким, но сейчас зенился очень. Поэтому муж нервничает, ушел. Мешка очень переживает. Ну, а что делать? Сейчас продолжается. Вот такие вот отношения между братьями и семьей. Младшего. Даже, даже, даже не буду больше ничего комментировать, говорить. Все вам покажу. Сами увидите. Слава Богу, заговорили. То я говорю, то и приди. Вот идет невестушка. Друзья мои, а вот еще ата пришли. У нас очень много ата. Чок, ата. Чок. Жена, дочка в зеленом. Это другой, короче, моей анемчика, родственники Баба Джима. Вот, познакомьтесь. Да. Пинем профессор Бак. Башкан. Безимо Башкан. Безимо Башкан. Безимо. Крал, крал. Крал, крал. Дорикенис. Видите, я познакомилась с Дорикенисом. Мы с ним кушаем шекерли. Ама о да чок лезетли, evet. Бен хеп еди, хеп шекерли едим. Мы подружились с ним. Чок лезетли. Каќ иь, ой жёсу сен, Гөндус? Кач тан呢? Ага. Бе блеосун, 20 и 30 едим дун. Ха-ха-ха. Очень люблю это. Ха-ха-ха. Видео снимаем. Как мы снимаем. И мультики. И мультики. Ааа. Мультики смотрим с ним. Видите? Вот так вот мы. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ааа. Кула. Гидеешь? Какой мальчик? Умный мальчик. Какой мальчик? Из Чорлуда. Из Чорлуда. Он из Чорлуда. Идем в гости. Баба Джим ушел после джами туда. А мы вот идем в гости. К кому? К недостанным родителям. Покажу вам тоже улицу. Улица Джады Сукак. Мального sealа. Багомастер. Ч Zaköly. Жondere. Посмотрите. Где люди. Как живут. для голубей видите как сделали это домик поприличнее дорога здесь делана разные разные есть дома и бедные и средние и богатые сын с мамочкой а парк вар и земли ляшки на парке какие ну качу как бурадовар лабирин гиби ашки бурадая шьерла посмотрите Вот здесь вот они живут. Здесь есть мангал. Ох! Её милая. Ох, сливу! Да,ground. Все еще есть. Буквуху! чок татлы чок татлы какая вкуснятина друзья мои сидим и ждем мангал сейчас зажгли турецкая невестка мне не разрешила говорит не снимай пожалуйста мою семью она боится глаза в общем такие дела поэтому я сказала хорошо не беспокойся не хочет и не буду делать конечно начинаем вот с перчика так жарко очень жарко вот и шашлычки наши шашлычок наш жарится поели сливок вкусных ждем шашлык шашлык макинам хлебе Всем доброго вечера, друзья мои. Вот смотрите, сижу на балконе, вынесла сюда, аж ко мне вынес стол, так сделал стулья. Я сказала, что я и так мужа своего много снимаю в Мерсине, вы увидели уже, поэтому я его стараюсь не снимать. Что я вам хочу сказать, вот сижу, читаю ваши комментарии, я просто в шоке, какие вы у меня хорошие, какие вы у меня добрые, спасибо вам огромное. Вы мне столько дали энергии, вот знаете, что столько позитива вы мне дали, прямо я очень вам благодарна. Я очень благодарна, я для вас так хочу работать и снимать, хоть так мне трудно, но я ночами не сплю, монтирую это видео, монтирую, всё стараюсь снимать. Всё ради вас, чтобы показать вам жизнь, какой я человек, ну, мы, как говорится, уже наша семья зависит от вас, действительно. То мой муж говорит, сними это, то мы идём по дороге, мама говорит, сними, папа говорит, ты меня не сняла, понимаешь. Они уже все заинтересованы, так им интересно, когда вы передаёте привет, и вот я всё читаю, перехожу, говорю о немчик, более-более езды. Всегда читаю, особенно, когда на турецком, это действительно они понимают, но если не понимают, то я им перевожу. Так что, друзья мои, огромное вам спасибо. Вот в сегодняшнем видео я хотела снять невестку мою, но она отказалась, естественно, мы были в гостях, я не поснимала её дом, потому что она боится с глаза, и немножко она, ну, такая, видно, замкнутый человек, не такой, как я, открыта. Ну, все же люди бывают разные, кто-то любит, кто-то не любит, проблем нет. Я не сняла, я только поснимала мангал, как мы жарили, а потом мы поужинали, два часа посидели там, ну, мы были на улице, брат так и не пришёл, уехал он на прогулку в город с друзьями, и так не пришёл к нам. Но, и поэтому я и не поснимала уже ничего, так что друзья мои, мы пришли, и я как отключилась, я, наверное, час проспала, встала, чай мы опять выпили. И, надеюсь, они сейчас придут скоро к нам вечером опять, останутся у нас, потому что у них там очень много переполнено, там ещё родственники, сестра, её тётя там с мужем и с дочкой. Дом маленький, наш вообще самый красивый, потому что, когда зашли мы, там столько у нас зелени, так всё уютно, не сравнить внутри дом наш с другими домами. Хотя я побывала уже во многих, просто не снимала. Так что, мои хорошие, спасибо вам большое, буду закругляться и загружать очередное видео. Спасибо вам большое за поддержку. Нам осталось 4 дня. Сегодня 1 августа, 2-е, 3-е, 4-е. 4 дня осталось, 4 ночи, и мы поедем в Мерсин. И я здесь так отдыхаю морально, физически, может, не отдыхаю, но морально отдыхаю. Завтра придут к нам гости и родители той невестки. Так что мне тоже завтра будет очень много дел. Вот есть возможность, я отдыхаю и сплю. Спасибо всем большое. Спасибо моим родным, близким Батуми, которые смотрят, наверное, за мной. Тут связь плохая, я даже не могу общаться с мамой, как раньше. Вообще по телефону ужасная связь, минуту, секунду разговариваю, полчаса ничего не получается. Ну, вот через эти видео я передаю всем огромный привет. Скоро я приеду, будем заниматься усердно бизнесом, будем усердно общаться, будем зарабатывать деньги. Буду вас радовать, показывать все, что вижу. Все, пока-пока, целую. Кстати, еще одна такая новость в конце. Мне моя знакомая с Батуми вчера написала, что до июля, до эйлюля, эйлюля, это сентябрь по-турецки, граница, Грузия не открывает свои границы. Представляете, есть даже такая информация, что до конца года. Так что я не знаю, светит ли мне Батуми в этом году, не светит. Ну что, будем работать, все, что идет, идет к лучшему. Будем, значит, как-то по-другому доставать мои документы. Все равно какой-то выход есть. Я позитивный человек, и ничто мне не испортит настроение. Всех люблю вас, даже тех негативщиков, которые мне хотят, которые мне пишут. Ничего, я не злюсь на вас. Всем пока. Пока-пока. Спокойной ночи.